Еще раз всем добрый день. Мой доклад называется «Да кто такие эти ваши паттерны?» И для начала я немного представлюсь. Меня зовут Иван Шарун. Много людей в зале я очень хорошо знаю, много людей в зале знают хорошо меня, но все равно не будет лишним. Я старший преподаватель и аспирант на кафедре преподавательной математики и фундаментальной информатики Омского государственного технического университета. Более шести лет преподаю в УЗИ, такие дисциплины, как глубокое обучение, ООП, анализ данных, Python. Собственно, мой основной интерес это именно Machine Learning, Data Science, методы оптимизации. Поэтому я пишу сейчас диссертацию по методам оптимизации в глубоких нейронных сетях, но в свободное время я программирую, так скажем. За 9 лет опыта, больше чем 9 лет, успел позаниматься имбедит-разработкой на C, диск-топ-приложениями на C++, бэкэмда в разных стартапах, да, и занимался еще разработкой платформы по анализу данных для систем поддержки водителей. Давайте перейдем непосредственно к теме. Наверное, опять же, многие из вас знают эту книжку. Книжка дизайна паттерна проектирования ООП. Первое издание вышло 21 октября 1994 года. То есть совсем скоро этой книжке исполнится 29 лет, а через год исполнится уже целых 30 лет. Итак, согласитесь, довольно большой срок для книги, которая не теряет в последнее время актуальность. Да, есть другие примеры, но тем не менее, эта книжка, она до сих пор живее всех живых, переиздается, поэтому прекрасно себя чувствует. Значит, эта книжка написана четырьмя авторами, которых обычно никто не запоминает, поэтому они просто называются «бандой четырех». Поэтому «бандой четырех» — шаблоны проектирования. Да, это скриншот с форума, Spring Framework. Человек спрашивал, почему здесь только три категории, и это называется «бандой четырех». Вот, ну, на самом деле, человек запутался в авторах и в категориях паттерна различных. Она описывает 23 различных паттерна, которые стали решением для часто возникающих проблем в ООП на тот момент, то есть на момент 94-го года. Моя цель, соответственно, сегодня — дать краткий обзор этих 23 паттернов с моими авторскими комментариями, конечно же, что мы можем получить от тех, кто актуален, что можем получить от тех, кто неактуален, то есть, что мы можем изучить на базе их истории, немножечко поговорить про ООП versus ФП, объектно-ориентированное программирование против функционального программирования, ну и затем перейдем к некоторым выводам. Итак, цель, если так подытожить, — это отрефлексировать современное программирование через призму классических паттернов. Вот они все слева направо перед вами. Да, паттерны структурные, поведенческие, паттерны для того, чтобы создавать различные объекты, их всего 23 штуки. И вот давайте сейчас быстренько по каждому из них пробежимся. Для начала давайте отметим те паттерны, которые нерелевантны, если язык предлагает функции первого класса. Собственно, вы можете спросить, что такое функции первого класса. Две отличительных особенности. Первое — могут быть переданы как аргумент, и второе — могут быть размещены в какой-либо структуре данных. То есть, по сути, мы можем вот эту функцию положить в какую-то переменную и дальше ее передавать как аргумент, либо куда-то складывать. Соответственно, сразу напрашивается вот шесть паттернов. Это абстрактная фабрика, фабричный метод, прототип, синглтон, стратегия и шаблонный метод. Давайте начнем по порядку. Фактори метод или фабричный метод. Значит, какова его идея? Представьте, вы пишете приложение, которое работает с документами различными. Вот, соответственно, ваше приложение умеет создавать документы, может открывать документы, может их записывать куда-то на диск, сохранить изменения и так далее. То есть, вот все, что может делать ваше приложение, описано как раз в классе Application. И что предлагает фабричный метод? Он предлагает взять и унаследоваться от My Application, для того, чтобы у него переопределить нужный нам метод CreateDocument, который будет возвращать документ, сформированный нужным образом. То есть, если это Excel, то там какая-то пабличка будет, если PowerPoint, то это будет что-то связанное с презентацией. И, собственно, у этого паттерна есть фатальный недостаток, который можно сформулировать следующим образом. Давайте еще раз внимательно взглянем на диаграмму. Для того, чтобы переопределить способ создания документа, вам нужно будет полностью унаследоваться от вашего класса с приложением, которое содержит, помимо этого, еще, собственно, другие методы. Это пример, если что, из книжки. На самом деле, вот, та архитектура, та диаграмма классов, которая здесь изображена, мне самому не очень нравится. Но, тем не менее, вот пример из книги и, соответственно, все претензии к автору. Да, но основной момент, который связан с фабричным методом, это то, что вам нужно будет создать наследника от того класса, метод которого вы хотите переопределить. И тут, собственно, возникает такой момент. Даже уже в том 1994 году книга предлагает двумя главами ранее решение получше. Это абстрактная фабрика, которая выглядит следующим образом. Вам нужно всего лишь описать некоторый класс, MyDocumentFactory, например, у которого есть методы для сборки объектов нужного вам типа. И дальше вы аккуратно инстансируете эту фабрику и потом ее передаете в приложение. То есть, смотрите, здесь уже никакого наследования нет. Соответственно, вопрос, а почему предпочтительнее abstract factory, чем factory метод? Такой вопрос может возникнуть, да? Собственно, ответ такой. В введении книги описан фундаментальный принцип, который звучит следующим образом. Предпочитайте композицию наследованию класса. То есть, прям выделено даже курсивом, вынесено в отдельный абзац и вокруг нескольких пустых строчек содержится. Да, и таким образом мы здесь, соответственно, этот принцип никак не нарушаем. Мы здесь создаем два отдельных объекта и делаем их композицию. F – это первый объект, A – второй объект. Объект F передаем Y, соответственно, вот, пожалуйста, композиция. Никакого наследования. Собственно, а почему возникла вот именно вот эта идея, что нужно предпочитать композицию наследованию класса? Достаточно просто объяснить. Композиция между объектами в рантайме гораздо гибче, чем написание классов в compile-time. Ну, в Python под compile-time нужно подумать, что еще подразумевать. Ну, собственно, сам процесс написания кода сюда тоже можно отнести. И, соответственно, если вам придется менять как-то иерархию классов, менять их способ взаимодействия, то вам все равно придется вносить правки в код, и это уже будет нарушение. Сами знаете, какого принципа. Принцип открытости и замкнутости. Ну, и, соответственно, да, Factory Method предлагает наследование, Abstract Factory предлагает композицию. Ну, между ними мы можем поставить соответствующий знак. Стract Factory круче, чем Factory Method. Почему? Только что мы рассмотрели. Соответственно, опять вопрос возникает. А почему книга включает Factory Method, если существует лучшая альтернатива? Ну, и ответ здесь достаточно простой. Книга создавалась как каталог всех распространенных объектно-ориентированных паттернов, существовавших на тот момент распространенных. Помимо них существовали другие. И при этом авторы не ограничивали себя только лучшими практиками. То есть это каталог, в котором перечислено все, а что уже использовать, решайте дальше, собственно, сами. Да, такой момент. Не Factory Method, не абстрактная фабрика. В том виде, в котором предлагается в книжке, в современных языках, естественно, не используется. Почему? Ну, если забегать слишком далеко вперед и с вот этого микроуровня переходить на макроуровень, у нас там появляются всякие разные DI-контейнеры, IC-контейнеры. И они работают немножечко к другому принципу. Собственно, по какому здесь видно? Язык Python достаточно мощный язык, обладающий функциями первого класса. То есть, напоминаю, те функции, которые можно положить в переменную, передать как аргумент, сложить в какую-либо структуру данных. Соответственно, вместо того, чтобы городить целый класс, вы можете вот эту вот функцию аккуратненько передать в качестве аргумента. И она уже дальше будет использоваться для инстанцирования нужного вам объекта. А если язык поддерживает еще и First Class Types, то есть возможность передавать классы в качестве аргументов, то это вообще просто песня и сказка. Вам не нужен вот этот промежуточный слой, вы просто можете передать нужный класс, именно тип класса. И дальше уже непосредственно в приложении произойдет это инстанцирование. Вот получается. Такие два паттерна, Abstract Factory и Factory Method. Мы с ними немножечко разобрались и пришли к выводу, что, собственно, в современных языках, достаточно мощных, которые поддерживают такую вещь, как функции первого класса, они не используются. Именно в том виде, в котором предлагает реализовывать та книжка. Поэтому мы их вот так вот возьмем и зачеркнем. Давайте пойдем по следующим паттернам. Шаблонный метод. Где этот шаблонный метод нужен? Например, у вас есть какой-то алгоритм, представленный последовательностью действий. Например, там есть три этапа каких-то. И вы хотите в этом алгоритме переопределять поведение на каком-либо из этапов. То есть вы можете без проблем сделать либо интерфейс, либо Abstracting Class. И дальше наследники будут уже эти методы переопределять. То есть вместо чего-то одного, как это было в factory метод, нужно передавать уже, переопределять сразу несколько методов. Ну и, собственно, мы его тоже вычеркиваем по той же самой причине, потому что мы вместо того, чтобы создавать целый класс, в котором нужно будет описать вот эти методы, которые нужно переопределить, просто в качестве аргументов можем передавать вот эти функции первого класса и без проблем. Дальше все будет работать. Окей. Вычеркнули. Пойдем дальше. Прототип. Пример. Представьте, что мы пишем некоторое приложение для сочинения музыки, которое позволяет пользователю создавать четыре вида объектов. Ну, это ноты на нотном стане. Например, пауза какая-нибудь, целая нота, половина и четверть. То есть здесь мы видим, что объекты разных классов присутствуют в приложении, и в некоторых требуется аргумент конструктора. Хорошо. И представим, что для этого приложения пишется менюшка. Вопрос. Как объяснить виджету меню, какой объект из меню был выбран? Естественно, на современном языке, на пайтоне, на чем-то в таком духе мы могли бы сделать достаточно просто. Есть какая-то менюшка, мы туда можем закинуть сразу лист действий, которые может совершить пользователь из меню. И дальше, соответственно, пользователь, кликая по какому-либо из пунктов, например, на REST, создает в приложении инстантсетовый объект. Да, но прототип работает немножечко по-другому. Что, если язык не такой мощный? То есть не позволяет передавать, например, first class objects. То есть уже классы, первого класса, да, по-русски достаточно забавно звучит. То есть мы не можем просто передать вот таким вот образом типы. Соответственно, вопрос, что нам нужно делать? Неужели нужно создавать фабрику под каждый отдельный тип? Получается, это достаточно накладно. Можно сделать гораздо проще, используя паттерн прототип. То есть мы создаем инстантс нужных нам объектов, и дальше затем мы их клонируем в нужный момент времени. И в таком случае, в языке, который не поддерживал бы вот эти вот first class functions, можно было бы сделать следующим образом. Мы в меню также накидываем эти элементы, но вместо того, чтобы передавать типы или фабрики какие-то, мы передаем сами инстантсы объектов, а согласно контракту, паттерн прототип, в этих объектах должны содержаться методы клон, которые позволяют эти объекты клонировать. То есть в самих, в самом меню выглядело бы все ровно таким же образом. У нас есть объект какой-то инстантс, вызываем метод клон, и дальше его уже передаем. Где это еще используется? Естественно, в геймдеве. Куда же без него? Когда объекты создавать большие очень дорого, мы можем просто их склонировать. Окей. Давайте пойдем дальше. Соответственно, с прототипом мы тоже разобрались. Он нам здесь не нужен. Почему? Потому что мы можем передавать либо просто классы, либо просто функции. Остается синглтон стратегия. Синглтон – это вообще замечательный паттерн. Тот самый раздражающий глобальный объект, который нужен в коде, но который не хочется передавать везде. У меня с ним достаточно интересная история взаимодействия. То есть, когда я только пришел работать в одну организацию, это было очень давно, и я писал на плюсах, пришлось использовать, втыкать этот паттерн синглтон, и сделали это достаточно интересным образом. Мы разместили его описание, его объявление, да, и сам код в заголовочном файле. И кто знает, как работает macros include, плюс-плюс, они представляют, что вот эта вот реализация была скопирована по всем отдельным файлам при линковке. И, соответственно, у нас получилось очень много разных синглтонов, да, хотя, казалось бы, объект должен быть один. Вот, но это моя личная боль, я до сих пор ее несу сквозь года. Соответственно, как выглядит сама диаграмма класса вот этого паттерна синглтон, пожалуйста, у него должен быть метод, который позволяет получать инстанц. Должны ли мы этот паттерн использовать? Обязаны ли мы его использовать? Нет, не обязаны. Почему? Потому что существует много других прекрасных средств, которые позволяют обеспечить ровно один инстанц какого-либо объекта в вашем рантайме. Те же самые DI-контейнеры или IC-контейнеры, про которые я говорил. Поэтому, соответственно, актуальность данного паттерна, ну вообще просто сразу же тут вопрос находится, мягко говоря. Да, тем более, если у нас нету каких-то там DI-в или чего-то такого подобного, мы можем просто, если хотим сделать логирование, не хотим его таскать как аргумент через все приложение, сделать инстанц логера и объявить его как нечто в глобальной области видимости. Касаемо глобальных переменных, это вообще отдельная песня. Но если выбирать между глобальной переменной и синглтоном, то тут, если язык позволяет это делать, то, естественно, стоит выбирать вот такой вариант реализации. Поэтому синглтон тоже без проблем вычеркиваем. Ну и, собственно, стратегия. Пример, опять же, представьте, мы пишем приложение для редактирования текстов и нам требуется некоторыми отличающимися способами обрабатывать конец параграфа. То есть пишем тексты, могут быть разные концы параграфа. Собственно, что предлагается сделать? Предлагается сделать три класса с одним методом и в рантайме выбирается, какой из инстансов создавать. Вот это буквальное описание диаграммы классов с паттерна стратегия. В современных языках достаточно написать три разных функции и передать одну из них как аргумент. То есть нам что можно сделать? Нам просто достаточно сделать функцию первого класса, не огородя при этом лишних объектов, и передать эту функцию как аргумент в то место, где это должно использоваться. Собственно, стратегия, можно сказать, это синоним first-class function. Примежуточный итог. В современных языках шесть этих паттернов, шесть паттернов из тех, которые мы рассмотрели, утратили актуальность. Вот к такому выводу я могу прийти, исходя из тех рассуждений, которые были произведены. У нас осталось 17 паттернов, выставка сейчас по ним пробежится. Следующие два паттерна я буду уже брать по группам, это итератор и визитор. Естественно, они очень похожи, но между ними есть некоторая разница. Значит, итератор это продюсер, состоит из двух частей. Продюсер, который предоставляет callback, например, метод next, и консюмер, который в цикле вызывает вот этот метод next. Визитор, примерно та же самая история. Есть продюсер, который итерируется по некоторой структуре данных, и затем консюмер вызывает один из нескольких callback у этих объектов. Тут, да, догадливая авиатория может сразу сказать, что это отличное место для callback Hella, и будет совершенно права. Собственно, решение данной проблемы, которая появилась еще очень давно, 75-го года, но в Python это присутствует с 2001-го года, это генераторы. То есть до генераторов нам приходилось реализовывать метод next, допустим, и каким-то образом еще аккуратно обрабатывать ситуацию, когда коллекция, по которой итерировались, закончилась, да, например, выкидывать исключение. Но после появления генераторов, естественно, стала возможна такая ситуация, когда появилось ключевое слово yield, которое позволяло на каждой итерации возвращать значение текущего итератора, и затем вызов вот этой функции 10 продолжался ровно с того метода, где произошел вот этот вызов оператора yield. Да, и, соответственно, мы теперь можем писать достаточно понятные простые конструкции, где есть продюсер, где есть консюмер, который итерируется по вещам, которые находятся в продюсере, и какие-либо с ними действия выполнять. Но с ними достаточно тоже интересная история. Почему? Потому что нормальная ситуация, когда у вас один поток выполнения, да, и вы этот объект генератора можете передавать в различные там консюмеры. Но ситуация резко меняется, когда у вас возникает многопоточность, и, соответственно, несколько консюмеров работают с одним продюсером. Это антипатин многопоточного программирования, естественно, но такая ситуация, естественно, может сложиться. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным именно с тем, каким образом консюмер влияет на продюсера. Так, соответственно, итератор и визитор тоже вычеркиваем, потому что, на самом деле, эти вещи уже реализованы в качестве, скажем так, синтаксического сахара в языке Python, плюс еще есть замечательный пакет HyperTools, который позволяет и вперед, и назад, и по всякому разному итерироваться по вашим коллекциям. Так, 15 паттернов. Чуть-чуть ускоряемся. Сколько времени подскажите осталось? Я видел только табличку 20. 10 минут. Ужас. Ладно, хорошо. Спасибо. Я все равно чуть-чуть ускорюсь. В общем, рассмотрим сейчас прокси, моменты и абзервер, следующие паттерны. Значит, прокси предоставляет суррогат объекта, например, большая картинка, вам нужно эту картинку не сразу грузить, а вместо нее поместить заглушку, которая будет обладать тем же самым интерфейсом. Или большой файл на диске, тоже, пожалуйста, можно его под прокси спрятать. Мемента сохраняет состояние объекта в вызовом метода у этого объекта можно сделать так называемый снапшот. И абзервер предлагает подписаться на изменения. То есть, когда происходит изменение в одном объекте, вы можете эти изменения отловить в другом объекте и, соответственно, каким-то образом их обработать. Но с ними явно что-то не так, естественно. Почему? Во-первых, прокси скрывает, как предоставляет суррогат объекта. Допустим, если это не картинка, а если это какой-нибудь API, то, соответственно, в этом прокси будут инкапсулированы методы работы с этим. И если в чистом виде использовать данный паттерн, то мы не сможем каким-либо образом повлиять на то, каким образом скрывается вот этот настоящий объект за суррогатом. Что касается момента, он скрывает, как сохраняет состояние объекта. То есть, мы не знаем, это какая-то бинарная строчка или текстовая строчка, или слон какой-то, или протобав, прочие вещи. Непонятно. Что касается абзервера, он обличает различия данных вместо унификации. Что под этим подразумевается? То есть, у вас возникает такая страшная иерархия объектов, где один объект подписан на другой, другой подписан на третий, третий на четвертый, и возникает очень такая сильная связанность между объектами. Что, естественно, привести может к эффекту домино, когда в одном месте что-то подправили, и в другом начинает все сыпаться. Ну, думаю, известная проблема. Вот. Касаемо абзервера. Нужно ли собирать огромное множество объектов, которые подписаны друг в друга? Естественно, нет. Достаточно посмотреть, например, какие-нибудь выступления про React, где эта проблема изящно решается, пока не встречал чего-то подобное в Пайтоне, может быть, плохо искал. Соответственно, React – это самая популярная библиотека для JavaScript. И идея там какая? Там все, значит, данные собраны в структуре в одном месте. И данные под влиянием различных событий, таких там, клик-мышки, ввод с клавиатуры, меняются. А на эти изменения уже подписаны в UI. Соответственно, возникает такая красивая линейная структура. Да, сами данные в стете могут храниться достаточно некрасиво, то есть очень многословно получается. Но, тем не менее, это позволяет обеспечить как раз низкую связанность и высокую сцепляемость с тем, что мы можем без проблем вью и венты подменять, без каких-либо сторонних эффектов. Да, все они испытывают проблемы при работе с данными, как я говорил, а с данными нужно работать очень аккуратно. Поэтому тоже, исходя от такой посылочки, мы их немножечко вычеркнем. Потому что, ну вот, они очень хорошо обращаются с данными. Можно гораздо более красивыми механизмами это обеспечить. 12 паттернов, ускоряемся. Следующие. Bridge Decorator Mediator State. Давайте сейчас про них поговорим. Bridge. Вам, опять же, нужно написать какое-то оконное приложение, которое кроссплатформенное и должно работать под различными окружениями. Соответственно, вы выделяете абстракцию окна. Дальше у вас имеется реализация вот этого окна, интерфейс реализации, класс реализации. И дальше от него можно уже наследовать, получается, реализации под различные окружения. Там X-Windows, PM-Windows и так далее. Вот, и получается, вот этот Bridge, он связывает не два интерфейса, как, допустим, паттерн-адаптер, он связывает абстракцию и реализацию. Таким образом, без проблем можно будет подменять вот эту вот реализацию данным паттерн. Декоратор. Тоже иллюстрация из книжки Банды Четырех. Получается, у вас есть множество объектов с одинаковым интерфейсом, и вы можете их состакивать. В самом нижнем уровне у вас присутствует там TextView какой-нибудь, дальше вы можете его обрамить там скроллами, рамками и так далее. То есть, получается, опять же, такая линейная структура, где внизу TextView, дальше одинаковые интерфейсы у объектов, где присутствует скролл-декоратор, бордер-декоратор. У них одинаковые интерфейсы, и они без проблем друг в друга вкладываются. Что касается медиатора, получается, этот паттерн очень хорош. По какой причине? По той, что он позволяет проделать следующую вещь. У вас есть два каких-то компонента, которые хотят наблюдать за изменениями друг в друге, и они не напрямую подписываются друг на друга, а на вот этот вот объект-посредник, на медиатор, который, соответственно, сообщает вот этим вот объектам, что в другом произошло изменение объекта, или в первом произошло изменение. И таким образом у вас, опять же, достигается низкая связанность между вот этими объектами. Так, да, пример с… Это pattern state. Все, я думаю, узнали pattern state, опечатка в заголовке. Другой pattern – это pattern state. Смотрите на заголовок. Он решает следующую проблему. У вас есть соединение, которое может находиться в разных состояниях. Может быть открыто, может быть закрыто. И, соответственно, есть какие-то дополнительные методы для работы с этим классом. Вот у вас есть интерфейс TCP connection, соответственно, точнее, класс TCP connection, который в себе хранит, агрегирует некоторый state, отдельный объект, который может уже реализовывать различные типы вот этого соединения. То есть для того, чтобы не писать в одном объекте if, там, соединение открыто if, соединение закрыто и так далее, мы можем вместо вот этих вот if положить внутрь вот этого TCP connection объект, и дальше уже к нему можно будет обращаться. И вот эти вот методы, там, когда соединение установлено, происходит прослушивание канала, или когда TCP соединение закрыто, уже не будет содержать проверок, потому что мы, исходя из типа, будем знать, в каком состоянии сейчас находится данный объект. Что общего у этих pattern? Соответственно, общего у них то, что они ломают предположение о том, что объекты из реального мира реализуются в виде одной конструкции в коде. Ну, вы знаете, наверное, вот эти примеры кода, когда у вас есть там класс котик, класс собака, класс метод по гавкой или по мяукой, сказать что-нибудь. Вот, и вот эти вот pattern уже в то время, вот это вот парадигма мышления, проектирования софта, они несколько переломили. То есть у вас есть объекты, которые связывают данные и экшены. То есть все реализуется за счет больше, чем одного объекта. Поэтому это хороший pattern. Пойдем дальше. Builder, Adapter и Flyweight, приспособленец. Так, касаемо Builder. Про Builder, насколько я знаю, уже выступали на предыдущих треках на Дотнет, мы сегодня рассказали, да. В чем идея Builder? Он предоставляет такой флайент интерфейс, который позволяет конструировать объект. В несколько этапов. То есть место конструирования одного сложного объекта. Мы можем отделить вот это конструирование от его представления, так что в результате одного и того же процесса конструирования могут получиться разные представления. Соответственно, все с Builder могли встретиться, когда работали с графиками matplotlib. Пожалуйста, пример. Как раз реализация паттерна Builder. Правда, он без Flyweight интерфейса. То есть мы не можем написать ахплот, то точечка на T, точечка на T и так далее. Нам вот нужно по отдельности объектов это все вызывать. Но тем не менее, вот, пожалуйста, сложный объект, сложный график, сконструировали, нарисовали, вызвали плот, без проблем. Адаптер. Преобразует интерфейс одного класса в другой интерфейс, на который рассчитаны клиенты. Здесь должны возникать некоторые параллели между бриджом и адаптером. Но бридж, он направлен на то, чтобы отделить реализацию от его интерфейса, а адаптер направлен на то, чтобы соединить два интерфейса, которые не похожи друг на друга, да, и предоставить клиенту возможность пользоваться интерфейсом, на который он не рассчитан. Опять же, в Python, вот, реализация. Socket.make.file возвращает адаптер. Получается, вот этот вот адаптер, вызывая метод read, на самом деле под капотом работает socket receive. Адаптер write вызываем, socket send вызывается. То есть, вот, пожалуйста, два вроде бы разных интерфейса. Ну и flyweight. Применяется совместное использование для эффективной поддержки множества мелких объектов. Есть у нас, допустим, какие-то символы, нарисованные на экране. У них есть координаты, есть высота, ширина. Да, и, как видите, много свойств дублируются. Представим, что теперь свойств не 5, а 500 или еще больше. Ну, 500, это слишком сильно загнул, но тем не менее. Они могут быть тяжеловато. Что в таком случае сделать можно? Можно использовать приспособленца. И вот та часть, которая вариативная, вынести в отдельный класс, глифы. А та часть, которая для одинаковых символов одинаковая, вынести в чар-дейту, где содержится описание самого символа. То есть без проблем. Кстати, опять же, касаемо Пайтона, данный паттер широко используется в Пайтоне. В каком виде? Когда у вас в результате вычислений получается число между минус 5 и 256, то возвращается именно приспособление. То есть инстанс одного и того же объекта. Так, да, хорошие паттерны. Ох, ну, я прям ускоряюсь. Давайте. Композит, Chain of Spensibility, Command и Interpretator. Те паттерны, которые используются в фреймворках. Прям очень широко. То есть они такие фреймворкообразующие. Потому что они позволяют пользователю передать некоторое поведение, то есть инкапсулировать некоторое поведение в объект и, соответственно, поменять поведение вот этих вот вещей внутри фреймворка. Композит. Есть множество маленьких объектов, объединяем их с помощью одного интерфейса в один общий. Да, вот он их, получается, агрегирует. И дальше уже можно использовать, обращаться к этим нескольким объектам, как к одному. Известный пример – это дом-дерево. Пожалуйста, вот у вас есть код на HTML, есть и вы, и код на JS. Вы можете без проблем к элементам дом-дерево обращаться по абсолютно одному и тому же интерфейсу. И у них может быть соответствующая там вложенность какая-то, и по-разному себя эти методы будут вести. Спочка обязанностей позволяет избежать привязки отправителей запроса к получателю, предоставляя возможность обработать запрос нескольким объектам. Так, касаемо вот этой цепочки обязанностей, ну, часто здесь приводят в пример такой паттерн, как middleware, допустим, на бэкленде, когда у вас приходит там запрос, его нужно авторизовать, нужно обогатить, нужно объединить, еще какие-то вещи сделать. Вот, пожалуйста, цепочек обязанностей. Это делается хороший паттерн. Команда. Значит, тоже направлен на то, чтобы инкапсулировать запрос в объекте, да, и при этом вот эти вот инкапсулированные вещи, вот эти отдельные объекты, мы можем уже потом, например, ставить в очередь, повторно пытаться выполнить, то есть какие-то стратегии обработки ошибок у нас уже могут возникать. Протоколировать, лагировать, поддерживать отмену операций. Кстати, касаемо вот этого паттерна команд, очень часто люди в интерфейс, кроме метода там do или execute, любят подпихнуть туда undo метод для того, чтобы сразу отменить операцию. Но на самом деле не очень хороший подход, потому что некоторые операции могут не поддерживать отмену. У нас получается интерфейс, который нарушает принцип разделения интерфейса. Да, слишком много. Спасибо. Касаемо команд, Django известный пример, там есть URM, которая позволяет, значит, работать с базами данных в объектно-ориентированном стиле. Ну и, соответственно, вы создаете модель и дальше потом можете ее версионировать. Создаете модель, добавляете индексы, изменяете таблицы и так далее. Если откроете файл инвиграции, то увидите, что в явном виде там используется pattern-adapt команда. Но интерпретатор здесь тоже далеко за примером ходить не нужно, получается, потому что интерпретатор лежит в основе, получается, программы, которая позволяет запускать программы на Python. Позволяет строить абстрактное синтаксическое дерево, позволяет обрабатывать язык, строить, получается, дерево и его аккуратно выполнять и разворачивать. Так, ну и вот эти паттерны я выделил. Про фасад я промолчу, потому что он слишком амбициозный, но достаточно ограничен. Давайте поговорим про функциональное программирование. Что собственности? Ну, на самом деле, коротенько. Так, мем-ориентированное ток сейчас будет. В общем, такой мем ходил. Вот смотрите, вот люди на объектно-ориентированном программировании сколько себе понавыдумывали. Вот у нас, значит, есть просто функции, с помощью которых мы можем сделать все. Но я бы сказал, что в эту игру можно играть вдвоем. Почему? Потому что мы можем тоже запросто сказать, что смотрите, у нас вместо функции просто объекты, которые точно так же могут вызываться, выполняться. Да, плюс еще автор мема какой-то, видимо, не очень грамотный был, потому что здесь он все смешал в кучу. Собственно, какие наблюдения по тому, что это две непротиворечащие друг другу вещи? Смотрите, объектно-ориентированное программирование, как и императивное, императивное, базируется на логике хора. Потом поговорим про нее. Из логики хора выводятся солид-принципы, очень аккуратно. Из солид-принципов могут быть аккуратно выведены классические паттерны. Не все, есть противоречащие. Могут быть выведены классические паттерны. Дальше. Следующая посылка. Функциональное программирование базируется на лямбле-счислении черча. ООП базируется на логике хора, еще раз напоминаю. И не помню, в каком году, пока готовился, не успел найти. Но точно известный факт, была доказана эквивалентность между логикой хора и лямбле-счислением черча. Соответственно, существует своя реализация солид-принципов в функциональном программировании. и мы видим вот эти реализации данных паттернов. Там, например, паттерн-визитор, это получается монада, там с помощью монады. Стратегия реализуется с помощью функции первого класса, ну вещь же, которая пришла из ООП. И вот, соответственно, какой из этого всего итог можно подвести? Вот есть столько паттернов, очень много у нас вывалилось ввиду того, что имеются просто функции первого класса. Некоторые уже реализованы в самом языке, некоторые паттерны вываливаются ввиду того, что они не очень хорошие практики используют, некоторые паттерны маленькие, но полезные, но некоторые доминируют и используются во фреймворках. И классические паттерны используются не только в ООП, я как знал, специально эти слайды не прикрепил, потому что из таймингов вываливаюсь, но на словах проговорил, что они используются тем не менее. И на мой взгляд, опять же, такая вот посылка есть, готов подискутировать, что дихотомия такая ООП, версус функциональное программирование, ложное, так же, как левая или правая палочка ТВИКС, или как, допустим, религия наука. Вот. У меня на этом, наверное, все. Да, спасибо за внимание. Спасибо. Да, разогревший доклад такой, готов ответить на вопросы возникшие. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, особенно к последней картине, к последнему мнему, часть задач, которые, часть сложностей, которые вы озвучили в предыдущих словах, говоря о паттернах, они решаются с помощью более классических вариантов в других языках. При этом Python, вводя аннотации типов, и, как мы знаем, основные статические анализаторы уже их требуют, которые для стандарта MyPyke, Flake и так далее, Python, вводя аннотации, вроде бы, движется в ту сторону, по крайней мере, там, некоторые интелд есть. Некоторые намерения. А когда будут интерфейсы? Ну, в смысле, они до сих пор не появились, они еще постарше. Там эта проблема решается абстрактными классами, и Python, как тоже, наверное, наследник какой-то идейный, взял все самое лучшее, и вместо интерфейсов используют абстрактный класс, абстрактный метод и так далее. Ну, это же сторонняя библиотека. Ну, то есть, это не язык, это именно библиотека, к сожалению, все еще абстрактная класса, АВС, которая? Это пакет, который находится в стандартной поставке языка. Вот, это SD-Lib, то есть, это абстракция над языком, а не язык. Вот, у меня вопрос, что именно когда подобные конструкции появятся в языке, и как считаете, появятся ли? Ну, скажем так, при разработке языков и всего такого, особенно, вот, глядя на то, как развивается Python, на то, как развиваются другие языки, очень важно соблюдать обратную совместимость, и люди настолько в нее цепляются, что, допустим, некоторые компании, которые пытаются протащить свои новые стандарты, они этого не могут сделать, ввиду того, что, новые предложения, новые правки, ввиду того, нарушается вот эта обратная совместимость. Поэтому, если будут сделаны усилия Ортимой и, допустим, пойдут на какое-то слом обратной совместимости, то, ну, появится, да, появится ключевое слово. Я так понимаю, проблема именно в ключевом слове, а не в декораторе. Вы уж про это говорите. Ну, да, это были объекты, встроенный язык. В общем, тут мы вспоминаем переезд 2-7 на тройку. Спасибо за доклад. У меня возник вопрос. За 29 округляя лет существования книги появились ли новые паттерны и можно ли уже выпускать новое переиздание этой книги? Хороший вопрос, спасибо. Паттерны, естественно, существовали еще и до появления этой книги не только связаны с объектно ориентированным программированием. Это ведь паттерны на микроуровне осуществуют. Макроуровень, где используются уже паттерны другого уровня, они, естественно, со временем появлялись, и по ним тоже есть замечательные книжки. Касаемо вот этой книжки, ну, она и так самодостаточна и хороша. Зачем трогать то, что работает? Хорошо, спасибо. Здравствуйте, спасибо большое за выступление. Вот мне, как бэкендеру на питоне, очень хочется задать один вопрос. По факту, middleware это тоже своего рода прокси, просто она работает с raw HTTP реквеста. Вот. И вы говорите, что, ну, это достаточно плохой паттерн, так почему же его постоянно используют в бэкендах и даже Себастьян в фастапе прям внедрил его в свой фреймворк? Имейте в виду, что там есть какой-то класс, который называется прокси. Нет, middleware, я говорю про то, что middleware это тоже, ну, по моему мнению, тоже своего рода прокси, просто он работает с хорошей, я понял, не соглашусь с таким мнением, что это прокси, тоже дискуссионный вопрос, но что-то сейчас вот он не по одному из параметров, мне кажется, не подходит, это можно представить либо как макрокоманду, либо как цепочку обязанностей эти middleware. Вот. Касаемо того, ложится ли это на рельсы прокси, я думаю, мы обсудим в личном порядке. Хорошо, спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Никита, как говорится, саунд пацанам на Деппест. Вот, вы говорили, что в основном в настоящее время вы занимаетесь машинным обучением, и вот мне стало интересно, применяете ли вы как-то паттерны объектно-ориентированного проектирования в методах машинного обучения, и если да, то как? Да, естественно, применяется, потому что под это дело все пишется, библиотека с переменным успехом, и там вот те паттерны, которые я обозначил как фреймворкообразующие, там, допустим, та же самая команда, они очень-очень-очень используются, конечно. Ну, опять же, вот, не все, потому что это не набор хороших практик, это просто каталог, можно выбрать на свое усмотрение, так сказать, что больше нравится, ну, из разных соображений. Спасибо. Приветствую, спасибо за выступление. Вопрос такой, личный. Вы что чаще используете, объектно-ориентированное или функциональное? Я чаще использую ООП, потому что мой основной язык Python на данный момент это хоть и мультипарадименный язык, который поддерживает и объектно-ориентированную, процедурную, функциональности, но функциональный стиль он поддерживает не в полной мере, поэтому я очень радуюсь, когда происходит так называемое затаскивание Haskell или Spav Python наряду с Java, поэтому в основном объектно-ориентированный стиль, но опять же придерживаясь некоторых идей, которые предлагает функциональная методология, например, те же самые иммунитабельности, да, или, допустим, использование функции первого класса, то есть передачи как аргументы и складывание различной структуры данных, то есть объектно-ориентированная с таким немножечко налетом функциональщины. Ну, что-то конкретное всегда использовать не меньше смысла. Спасибо. Лайсон. Ландыш, спасибо большое за доклад. Ну, добрая часть зала изучала паттерны проектирования на языке S-Sharp с вами, собственно, на парах в рамках дисциплины объектно-ориентированный анализ проектирования. И вот в связи с этим такой вопрос, как бы Python все-таки где-то в сердечке. И целесообразно ли, допустим, эту дисциплину переводить на язык Python и не повредит ли это самому процессу изучения паттернов? Потому что, вот как мы выяснили, некоторые паттерны вообще в Python никак не нужны, и имеют место быть. Переводить на Python? Спасибо за вопрос. Переводить ли на Python обучение? Наверное, нет. Потому что все-таки должен присутствовать в обучении какой-то язык такого уровня пониже, который не предоставляет столько много всего классного. Я сейчас не говорю, что C-Sharp чем-то плохо, он то же самое предоставляет, там те же самые стрелочные функции есть, там можно без проблем все передавать. Вот. Ну то есть просто должен быть такой язык, и собственно, что C-Sharp, что Java, они, скажем так, являются ну такими ну прям буквально классическими на данный момент именно мейнстримного понимания ООП реализациями, и потому что там присутствует много вещей, да, там интерфейсы те же самые не нужно никаких абстрактных классов городить. Собственно, на таких языках и достаточно удобно демонстрировать вот эти концепции, которые появлялись. А дальше вы уже разбираясь в, скажем так, в деталях, в тонкости, в кухне, можете пересаживаться хоть на Python, хоть на Husky, Lisp, прочие вещи. Здравствуйте, спасибо за доклад. По большей степени здесь рассказывается именно про одну единственную книгу про паттерны, но вот лично я читал другую про паттерну книгу, это Design Patterns и Python, получается, шаблоны проектирования в Python. Вопрос, считаете ли вы книгу, про которую сегодня у вас шла речь самая лучшая или какую книгу еще нравится прочитать про паттерны? Наверное, не скажу, что это самая лучшая книга, потому что то, что у меня навсегда в сердце, это Андрей Александрович современное проектирование на языке C++. Спасибо. Поэтому там все вот эти классические паттерны перечислены и плюс еще ко всему опять же заход есть на функциональщину и реализовано это все приправлено вот так вот с локтя шаблонной магии. Поэтому если считаете, что готовы погружаться дальше, я думаю, стоит изучить, потому что вот этот язык шаблонов, он достаточно мощный, он тюринг полный в плюсах. То же самое можно сказать и про язык шаблонов на C-sharp вот поэтому те вещи, которые предлагаются там, а собственно реализация, там, паттерны, делегат, все оттуда перекочевал, вот эти изящные инженерные приемы. Поэтому если хотите углубиться, предлагаю познакомиться с данной книгой Андрея Александрович Современный Примитерный Звучит. Хорошо, прям спасибо. Давайте последний вопрос, да, и... Да, всем привет, спасибо за доклад, очень интересный. Вопрос насчет цитата из книги, насчет композиции и наследования. Как вы считаете, в будущем наследование будет заменено полностью композицией и почему оно еще живо? Почему живо наследование? Хороший вопрос, опять же. В будущем, ну смотрите, некоторые вещи заменить композиции просто не получится, ввиду того, что у нас помимо наследования есть еще реализация такое отношение между объектом и интерфейсом, например, да, kind of наследование. Получается, мы просто не сможем уже таким образом передавать допустим интерфейс от одного объекта другому. Нам вот этот механизм нужен, поэтому полностью от него избавиться нельзя, тем более он такой, скажем так, лежащий в основе этого всего, заменить не получится. хорошо, понял, спасибо. Спасибо большое. Да, Анастасия, вам слово. Да, спасибо большое за доклад, мы аплодируем Ивана. Анастасия, Анастасия, подожди. Продолжение следует...